Здравствуйте! Мы уже знаем, что производная натурального логарифма хa равна 1, деленные на х. А что, если нам нужно вычислить производную не натурального логарифма, а логарифма по какому-то другому основанию? Предположим, нам нужно найти производную логарифма ха по основанию b. b – это произвольное основание. Как же нам найти эту производную? Для этого нам нужно преобразовать этот логарифм, используя формулу перехода к новому основанию. Нам нужно вместо логарифма х по основанию В записать логарифм х по основанию Е. А это, по сути, и есть натуральный логарифм. Давайте запишем формулу перехода к новому основанию. Итак, если мы хотим перейти к основанию Е, то логарифм х по основанию В мы можем записать как… пожалуй, я запишу полностью… логарифм х по основанию Е. И этот логарифм делится на логарифм В по основанию Е. А это то же самое, что и натуральный логарифм х делить на натуральный логарифм b. Все, что нам нужно, так это переписать это выражение. Это то же самое, что производная натурального логарифма х, деленного на натуральный логарифм b по х. Или же производная единицы, деленная на натуральный логарифм b, умножить на натуральный логарифм х. Ну, а теперь вычислить производную не составит никакого труда. 1 делить на натуральный логарифм b – это всего лишь константа, на которую умножается натуральный логарифм х. Следовательно, мы можем 1, деленную на натуральный логарифм b, вынести за пределы производной. Значит, это равнозначно 1, деленной на натуральный логарифм b, умножить на производную натурального логарифма х по х. А чему равна производная натурального логарифма х по х, мы знаем. Она равна 1, деленной на х. В итоге мы получаем 1, деленная на натуральный логарифм b умножить на 1, деленную на х. А это то же самое, что и 1, деленная на натуральный логарифм b умножить на х. Если кто-то спросит вас, чему равна производная логарифма х по основании 5, то я уверена, вы без проблем ответите, что она равна 1, деленной на натуральный логарифм 5 умножить на х. На этом все. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok